Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для садоводов и огородников. Сегодня пришла подвязать второй раз свои томаты, обрезать вот нижние листья. И такая у нас дождливая сырая погода навеяла меня на мысли о фитофторе. Потому что многие уже спрашивают, как бороться с фитофторой. Да, действительно, как только мы высадили томаты, нам нужно начинать профилактические меры. Для тех, кто не знаком с этой болезнью, может быть даже первый год посадил томаты, Будьте готовы, что возможно осенью в дождливую погоду или даже летом вас настигнет это коварное заболевание. Фитофтороз или бурая гниль. Это грибковое заболевание, одно из самых опасных заболеваний томата. Может причинить ущерб и в защищенном грунте, и в открытом. Поражает и листья, и стебли, особенно зеленые плоды. Если увидите вы на листе такие бурые пятна сверху, а внизу как беловатый налет плесень, это значит пришла фитофтора. Оно может как и от зараженной земли, от остатков прошлогодних. Но мы не будем выяснять причину, мы сейчас будем говорить о мерах борьбы. Конечно, это и соблюдение севооборота, что нельзя, все знают, садить томаты много лет на одном месте. И опрыскивание томатов. Вот опрыскивание томатов и профилактические меры нужно начинать сразу после высадки. Как только вы начали высаживать томаты, вот эти у меня вот только что высаженные, когда вы поливаете лунку, вот заправили удобрением золой, поливаете лунку или после высадки, сразу добавляйте во все поливы фитоспорин. Я уже рассказывала про фитоспорин и говорила, что он не лечит, что это профилактическое средство. Вот именно на ранних стадиях, когда еще нет никакого заболевания, нет ни сырой погоды, ни дождей, поможет фитоспорин. Он может или отодвинуть срок начала болезни, или может быть вообще предотвратив. Фитоспорином поливать, в каждый полив добавляем, чтобы цвет поливочной воды был примерно, ну как пиво, как чай такой прозрачный, но чуть грязноватого цвета. Дальше, вот посадили вы, полили, сразу же, как только прошла первая неделя, у вас растут вот неделю, там 10 дней, не больше, начинайте первую обработку хомом, хлорокис меди, потому что можно побороть фитоспорин только медь с содержащими препаратами. Хом это прекрасное средство, которое не даст распространиться в вашей фитофторе, даже если она где-то есть у вас в земле, там в каких-то остатках, которые вы заправляете в перегное. Фитоспорином опрыскивать сразу нужно через 7-10 дней, первое опрыскивание. Потом с интервалом через 7-10 дней отсчитывайте, опрыскали один раз, прошло 10 дней, неделя полторы, сбрызните еще раз, прям просто из обыкновенного опрыскивателя, по листьям, по цветам. Не забывайте, что нужно не только по верхушкам, нужно вот эти нижние, все стебли, особенно внизу, где мало проветривания, все-все-все-все, вот это все-все, прыскать, вплоть до плодов, и стараться попадать даже на нижние вот эти вот части листа, потому что фитоспорин именно начинается снизу, до верхушки он дойдет уже потом. Все листья, все стебли, все, что есть у томата, мы опрыскиваем. 3-4 опрыскивания, но есть еще народное средство, некоторые опрыскивают чесноком, но это нужно очень много, нужно целый стакан зубчиков чеснока перекрутить на мясорубке, развести в 10 литрах воды, добавить немножко марганцовки, все процедить и этим раствором прыскать. Некоторые и этим обходятся. Ну вот сейчас есть такие хорошие средства, вот как хом, например, хлорок и смиди. Если вы будете поливать фитоспорином, опрыскивать хомом, то я не говорю, что фитоспора вообще вам не придет, фитофтороз. Но возможно вы отодвинете его на самые-самые дальние сроки, когда у вас уже и зависть завяжется, и помидорки поспеют, и в конце сезона, если придет фитофтороз, обычно он все равно когда-нибудь приходит поздно-поздно осенью, вы уже успеете хотя бы получить, снять урожай. Все остатки помидорные обязательно не оставлять на участке, куда-то выносить, сжигать, вывозить, чтобы на следующий год ничего этого не оставалось. Если же уже все-таки придет к вам фитофтороз, нужно лечиться только медь содержащими. Бордовская смесь очень хорошо помогает. Если первые-первые признаки вы увидели, обязательно обработать, все опрыскать бордовской смесью. Все, вот это кратко я прошла, по-быстрому. Главный принцип, который я хотела донести, что не ждите, когда придет заболевание, начинайте обрабатывать. Вот сейчас они, казалось бы, молоденькие, только высадились, зеленые, свежие, но их подстерегает опасность. Возможно, в земле, возможно, где-то там с какими-то травинками осталось, где-то на теплице или в открытом грунте особенно, если будет дождливая погода и холод, фитофторы может прийти еще до того, как поспеют ваши томаты. Начинайте поливать фитоспорином, опрыскивать хомом, и тогда, возможно, у вас будет все хорошо. Я постараюсь написать подробную статью о борьбе с фитофторозом, потому что это очень больная тема, это очень коварная болезнь, если она прицепится, потом излечиться от нее очень сложно. Размещу у себя в Одноклассниках и разошлю всем друзьям. Страница моя набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Все материалы, которые я пишу, фотографирую, снимаю видео, все у меня на странице. Добавляйтесь в друзья, и вы будете получать все это рассылкой в тот же день, когда я сниму. Все, вот у нас, у меня помидоры для раннего урожая выглядят очень хорошо, уже большие плоды. И я завтра тоже, наверное, завтра-послезавтра буду опрыскивать их в профилактических целях. Сейчас вот обрежу все лишние листья, чтобы вот здесь, видите, у меня как заросло, загущено. Тут даже не опрыскаешь. Вот так оголю все стебельки и буду опрыскивать. Постараюсь вам показать, не знаю, как получится, опрыскать и снимать или нет, но покажу все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...